По моим наблюдениям, по моим наблюдениям, работают и даже те конторы небольшие, которые снимают на первых этажах, вот в частности в моем доме, все работает. Среди моих знакомых Маритона. Ни у кого нет выходных, кроме запланированных. Но очевидно должны быть госбюджетники, люди, которым оплатил Собянин выходные с 15 по 19. Вот если вы наслушаете, напишите, что это за сфера такая. Да. Поликлиники работают в Москве. В эфире «Вечерний РБК», проект, который готовит вместе телеканал РБК и радио «Серебряный дождь». Мы в рамках нашего часа подводим итоги дня, обсуждаем актуальные темы вместе с вами, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите, звоните, по какой теме, я вам сейчас расскажу. Сегодня в «Вечернем РБК». На пороге локдауна несколько российских регионов вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса. В Хабаровском крае беременных и работников старше 65 лет приводят на удаленку. В Бурятии закрываются парки и бассейны. В Мурманской области общепит после 23 часов. До этого жесткие меры приняли власть Москвы и Санкт-Петербурга. Что по цифрам? В России за сутки выявили более 14 тысяч новых заражений коронавирусом. Такие цифры примерно были в феврале. Шаткая достаточная ситуация в Подмосковье, Иванской области, Свердловской. Почему снова растет число заболевших? Вакцинация не тормозит распространение инфекции. Если вы живете в одном из перечисленных регионов, где возвращаются ограничения, напишите нам, пожалуйста, или позвоните. Телефон прямо в эфире. 1-код Москвы 495. СМС ватсап плюс 7903-797-6333. Эту тему мы будем обсуждать по традиции во время телемоста с программой «Что это значит на РБК после 50-й минуты». Вопрос я вам такой хочу задать. Давайте мы с вами побудем самыми умными. Роспотребнадзор говорит, что единственный способ одолеть эпидемию – это вакцинация. Но, учитывая наши темпы вакцинации, очевидно, что далеко не все россияне с этим утверждением согласны. Так вот, давайте порассуждаем. Если не вакцинация, то что? Как остановить распространение коронавируса? Жду ваши сообщения и жду ваши звонки. Вечерний РБК Вот, Мария, нам пишут наши слушатели. Ольга написала, в Москве работаю, в Газпромбанке работаем дистанционно. Но, тем не менее, дистанционно, но работайте. Да, была такая тоже рекомендация от столичных властей. Как минимум 30% перевести на дистанционный, на удаленный режим. Ну, дистанционка хорошо опробована уже. И даже в те моменты, когда все работали… Да, в Газпромбанке сохранена. Да, сохранена и до 50%. Лара из Москвы написала, работаем в обычном режиме, коммерческая компания, около 200 человек. Юрий, Москва, из бюджета у нас вышли все 600 человек, за исключением 60. С хроническими заболеваниями. Но они уже, в общем-то, год не работают. В общем, так себе. А вот это, кстати, интересно. Ведь Москва, да, речь о Москве же идет. Да, да, из Москвы слушается. То есть Сергей Семенович сказал, что на плате. Но, тем не менее, бюджетники вышли. Получается, что так. Вот еще один слушатель написал, сейчас Собянин обидится, что большинство работает и ведет локдаун. Александр прислал это сообщение. Но будем надеяться, что все-таки нет. Потому что сейчас как-то о локдауне опять заговорили. Главное, ребят, на лавках не сидите. Да, по поводу ограничений. Но давайте мы к ним чуть-чуть позже перейдем. Сначала по статистике. Я уже сказала, что за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев. И такая цифра была два дня назад. А до этого аж в феврале. Постепенный рост начался примерно в конце мая, в первых числах июня. Какие-то специалисты считают, что он связан как раз с длинными майскими, которые должны были притормозить распространение инфекции, прервать цепочку. Но люди, наоборот, развезли инфекцию по стране. Есть другое мнение, что на каникулах отдыхали, не обращались к врачам. Потом все разом оказались в поликлиниках. Вот что говорит зам директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора. Он считает, что имеет место еще сезонный фактор. Весной снижается сопротивляемость организма, витаминоз. И, кроме того, нельзя забывать про погоду. Между майскими была холодная и дождливая погода в некоторых регионах. И в такой период происходит рост любых респираторных заболеваний. Некоторые эксперты добавляют, что сейчас еще во многих регионах, не во многих, в некоторых, отключают горячую воду. В квартирах, естественно, сыро. И, ко всему прочему, приходится возиться в холодной воде. То есть 30-градусная жара московская, которая надвигается, должна помочь ситуации? Если не вакцинация, то жара, погода, как в России. Нет горячей воды, и приходится мыться в холодное, что пагубно влияет на иммунитет. Я так понимаю. Мы чуть позже поговорим о причинах со специалистом. Сейчас давайте вернемся к ограничениям. Из 14 тысяч случаев за последние сутки 6800 – это в Москве. Начался скачок на прошлой неделе в столице. И цифра двукратно увеличилась с уровня примерно 3000 заболевших в сутки. В Подмосковье за сутки выявили с января 1100. То есть превысило 1100. В Петербурге впервые с марта более 900 случаев. Но, кстати, Санкт-Петербург в числе первых вслед за Москвой ужесточил и антиковидные меры. 17 июня в городе приостановят работу фудкортов, детских комнат. Запретят работать с рестораном и кафе с двух ночи до шести утра. Также вводятся ограничения при посещении кинотеатров. Наполняемость залов теперь не 75%, а 50%. И вводятся еще ограничения на чемпионатах евро. Сейчас я прочитаю пару ваших сообщений. Москва, строительство, работаем в обычном режиме, Владислав пишет. Москва, коммерческая организация, все работают. 400 человек. Ну, в общем-то, Мария, наши знакомые с тобой и наши слушатели, зрители подтверждают тот факт, что все работают. С точки зрения эффективности локдауна, здесь сложно что-то сказать. К нашему эфиру сейчас подключается корреспондент РБК. Он работает в Санкт-Петербурге. На Евро 2020, Владимир Архирейский. Володь, приветствуем тебя. Привет, Ань, привет. В Петербурге, я так понимаю, только с 17 числа вводятся дополнительные ограничения. Какая сейчас в городе обстановка? Пытается народ нагуляться, надышаться, насладиться. Вот есть полное ощущение, что как раз народ пытается надышаться, нагуляться, насладиться, потому что ограничения действительно вводят только с 17 числа. Ситуация ухудшается, город уже на втором месте в стране по заражениям. И вот основные, наверное, ограничения, которые коснутся людей, из-за которых люди все-таки негодуют, это как раз касается работы общепита, рестораны ночью с двух до шести прекратят работать, разве что на вынос и на доставку прекратят работать детские комнаты, фудкорты не будут работать в торговых центрах и в общих местах общепита. Но, наверное, самое главное, в наш период сейчас идут матчи по Евро, Питер принимает футбольные матчи, люди не смогут посмотреть в ресторанах футбол. Вот это, наверное, самое больное, это ударит, наверное, и по предпринимателям, и по людям. Вот вчера мы гуляли по Невскому, мы гуляли по близлежащим улицам, много в центре мы погуляли, общались с туристами, подспрашивали как раз по поводу этих ограничений, насколько они отразятся на планах, на каких-то, в принципе, на ожиданиях людей. Ну и, в целом, ты знаешь, на удивление большинство сказали, что никак, потому что кто-то уже планы построил, кто-то планирует уехать, туристы к этому времени уже планируют вернуться в свои города, но были люди, которых эти правила все-таки коснутся, эти ограничения тоже повлияют на их планы. Петербург – это у нас, конечно же, культурная столица, одно из, опять же, новых ограничений. Количество заполняемости, точнее, залов 75% до 50% сокращают. И вот люди, просто часть из них не смогут попасть ни в театры, ни в кинотеатры, ни в мускомедию и так далее. Это, конечно, отмечают как большой минус. Вот еще, конечно, вот самое главное, чего я и сказал, люди рассчитывали пойти веселой, дружной, классной компанией, посидеть в ресторане, либо в баре, взять какие-то вкусные. Смотреть футбол. Нет, 17-го числа теперь не получится. Ну и, наверное, как альтернативу, они пойдут по домам, будут сидеть такими же компаниями дома, наверное, дома смотреть футбол, вот как нам говорят. Володь, а рестораны и кафе и бары не думают как-то на улицах организовать просмотр трансляции? Или это тоже может считаться нарушением? Вот этот вопрос, знаешь, такой обтекаемый и сложный, потому что, с одной стороны, массовые мероприятия и на улице, и в помещении запретили, но при этом их запретили для мероприятий численностью до 3000 человек. Но я не думаю, что кафетерии смогут собрать 3000 человек, но, с другой стороны, ведь кафетерии и бары, наверное, вряд ли подпадают под категорию именно каких-то массовых мероприятий культурных. Поэтому это сложный вопрос. Но, конечно, конечно, предприниматели негодуют. И вот эти нерабочие часы с двух до шести – это больной момент по двум причинам. Потому что, во-первых, в Питере белые ночи, самый сезон, июнь, белые ночи, люди как раз по ночам гуляют, это во-первых. А во-вторых, аномальная жара в Питере. Днем люди, наверное, все-таки в большинстве своем сидят, переносят этот зной в отелях и домах под кондиционерами и с холодной водичкой и чаем. А вечером как раз выходят гулять на нескольких кафе и так далее. Но теперь будет нельзя. Вот это, конечно... Владимир, а у меня какой-то встречный вопрос. Что со свободными койками в Санкт-Петербурге и что вообще с заболеваемостью? Насколько это заполняется? Потому что, с одной стороны, мы говорим, ах, вот невозможно погулять. А вопрос, а возможно ли лечь в больницу, если вдруг что? Марин, ну я отвечу, наверное, за Володь на этот вопрос. Да я помолву. Не, нормально. Аня, давай. Тогда подплатишь, Володь, что с января в Петербурге выросло, превысило 900 случаев заболевших. Это, конечно, такая цифра показательная. Да, Володь, продолжай. Да, мы приехали в Петербург 10-го числа, практически с самого начала турнира Евро работаем, и уже успели с какими-то цифрами ознакомиться. Да, местные власти предпринимают все необходимые меры, делают все, что нужно. И вот буквально 11-го числа уже на пресс-конференции к открытию матча нам рассказали, что в Петербурге развернули 800 дополнительных коек. Вроде как мест хватает, места есть. И вроде как даже один из павильонов Лен-Экспо как раз отредили на заболевших ковидом. Ну вот пока ситуация такая. Ну и плюс это Питер. Погода жаркая, здесь много парков, прилечь можно. Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы эти койки, конечно, не были заполнены. Да, Владимир, вы оптимисты. Прилечь на койки в Петербурге. Володь, скажи, пожалуйста, бары там питерские не собираются бастовать свободолюбивые? Вот это сложный момент. Конечно, напрямую мы не спрашивали, честно скажу. Но по лицам, конечно же, и предпринимателей, и администраторов видно, что они негодуют. Люди уже знают, что они потеряют. Потому что, как я уже сказал ранее, действительно туристы, местные жители выходят в основном гулять ночью. Несмотря на развод мостов, несмотря на то, что в Петроградке не попасть там на Ваську и на Большую Землю и так далее. Да, люди гуляют ночью, но рестораны все-таки продолжат работать на вынос и на доставку. Поэтому, наверное, все-таки как-то выйти хотя бы за счет этого рестораны смогут удержаться на плаву. И, наверное, будет не так жестко, как в том году во время периода самоизоляции. Наверное, это поможет. Ну, в том числе, с местным парнем одним мы встретились. По нему, знаете, такой типаж. Вот видно, чисто питерский парень. И вот он сказал, что, вы знаете, вообще-то с двух до шести ночи я ужинаю дома. Мне ресторан не нужен. Я ужинаю дома и именно в это время. Поэтому посмотрим. Пока сложно сказать. Надо дожить до 17-го числа. Может быть, и выйдут люди на улицу, а может, пойдут на фан-зоны. Ну, сложно сказать. Володь, ну там же вводятся еще ограничения и в фан-зонах, и на стадионе, я так понимаю. Меня что удивило, что есть нельзя будет. То есть, напитки можно приобретать, а еду, продукты питания почему-то нет. Ты знаешь, да, есть такое дело. Это какая-то мистика. Давай я сначала начну. Действительно, что касается фан-зон, напрямую и то же самое болезненное, как и для самих болельщиков, так и для организаторов, так и для предпринимателей, которые поставили какие-то там футкорты, развлекательные павильоны и так далее. Значит, на большой конюшной, на конюшной площади сейчас работает фан-зона. Она вмещает 5 тысяч человек. Но из-за новых ограничений максимум 3 тысячи людей. При этом, по неофициальным данным, на первом матче сборной России против Бельгии те, кто не попали на стадион, пришли на фан-зону, и число этих людей было 10 тысяч людей. Но официально эту цифру не подтверждают, но я видел эту массу, но они просто стояли штабелями люди. Как дрова. Не лечь, не встать было некуда. Просто люди стояли, приклеивались друг к другу. И большинство из них было без масок. Это было. Да, это есть. Обязательное нахождение на фан-зоне в маске. На входе обязательно измеряют температуру. И по поводу еды, да, 17-го, вот, футкорты, футтраки прекратят продавать еду на фан-зонах, оставят только напитки. Не совсем понимаю, с чем это связано. Наверное, надо уточнять у властей. Вроде как бы. Ну, может быть, знаешь, кому-то лень будет пойти помыть руки, грязными руками съедят хот-дог или что-то такое и так далее. Ну, эта мера есть, и остается ее только принять. И остается только принять фанатам, что им придется голодными смотреть матч. Потому что они длятся по два часа, идут друг за другом, а куда-то выйти, сбегать, поесть и вернуться тоже может быть проблематично. Твое место займут. Напомню, лимит всего 3000 рублей. При этом фишка... 3000 человек. 3000 человек. А то сейчас подумают, что платно на фан-зонах. Не-не-не-не, 3000 человек. Лимит, кстати, да. Если этот лимит будет превышен, то работает система оповещения. И она сообщит, что, соответственно, больше людей вместить в фан-зону не может. И как раз, когда я играл в сборную России, был превышен лимит людей на фан-зоне. Росгвардейцы, сотрудники полиции перекрыли со стороны Невского проспекта подходы к фан-зоне. Просто людей не пускали. Да, такое было. Но, смотри, фишка небольшая еще фан-зоны в этом году. Работает магазин. Там всегда находится стационарный магазин. И вот так уж повезло этому магазину, что на чемпионате мира, что сейчас там вокруг него стоит фан-зона. Так вот, удивительно, я зашел, посмотрел цены. Там цены не поднимали. Я поговорил с владельцем, с администратором. Не поднимали цены в этом магазине. Они, в принципе, такие же. Лояльные, абсолютно нормальные. И вот там еда, кстати, есть. И я так понимаю... Это лайфхак сейчас был для болельщиков, кто в Петербурге находится. Да, 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 да. И вот на фудкортах еду с 17-го прекратят продавать. А вот, видимо, в этих магазинах можно будет. Поэтому, да. Володь, спасибо тебе огромное. У меня еще было предположение, что, возможно, ограничили употребление еды на фан-зонах, чтобы люди как раз не оставались там на весь день, а посмотрели матч, ушли, пришли новые. Таким образом, еще в процессе дезинфицировать для болельщиков, сделанные, я не знаю, как в Санкт-Петербурге, но в Москве, например, есть зона с пуфами, а есть зона, которая имитирует стадион. И вот там вот периодически происходит дезинфекция. Володь, спасибо тебе большое. Владимир Архирейский, корреспондент РБК, работает в Санкт-Петербурге. Я думаю, что Володю мы еще по разным темам будем включать. Вот кто-то из наших слушателей пишет, нет в Питере никакого роста. Вы посмотрите, пожалуйста, на графики и сравните с Москвой. Виктор это написал. Из Москвы, кстати, что удивительно. И, вы знаете, я как раз открыла график специально посмотреть. Конечно, может показаться, что вот в мае 18-19 числа было 780 заболевших, а сейчас 900 не такая большая разница. Но вопрос-то в динамике, да, что вот еще в середине мая было 780 заболевших, потом начался рост 800, 850 и так далее, и так далее. И вот уже в итоге на 15 июня мы видим заболевших 900 человек. В общем-то, здесь, наверное, не столько число заболевших важно, что вот эта тенденция, динамика идет рост. Я повторю вопрос, который вам задавала. Как вы считаете, если не вакцинация, как рекомендует Роспотребнадзор, как рекомендует ВОЗ, то как мы можем справиться, если это вообще возможно, с коронавирусом и остановить его распространение? Я прочитаю еще несколько ваших сообщений. Вот Вадим написал, если не вакцинация, значит ждать, пока все переболеют. На юге Ставрополь, Краснодар, цифры не растут, народ спокоен. Ни о каких вновь в Вадимах ограничениях не слышно. Ну что же, Вадим, это хорошо. Мы можем только за вас порадоваться, но, к сожалению, вот в других регионах ситуация немножко иная. К слову, за два дня до Петербурга об усилении ковид-ограничений объявила Москва. В городе продлили выходные до 20 июня, запретили работать ресторанам и кафе с 23 часов до 6 утра, приостановили посещение зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат, а также использование объектов городской инфраструктуры в парках. Но и, ко всему прочему, усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. К нашему эфиру сейчас подключается Сергей Миронов, основатель сети «Мясо рыбы», общественного омбудсмена сферы ресторанного бизнеса. Сергей Константинович, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что конкретно для вас, для вашего заведения, для ваших заведений запрет на работу после 23 часов не такой уж и болезненный, потому что заведения у вас и так до 12, до часу работают. Нет, это не так. Это очень болезненно, потому что, во-первых, эти последние два часа, которые не работают, это самые серьезные часы, в это время сидят самые платежеспособные гости, это самое лучшее время для ресторанов. И к тому же у одного из наших франчизи все-таки ресторан круглосуточный на Тверской «Мясо рыбы», и там ночью очень много людей, они привыкли ночью в него ходить. Ну и кроме того, шесть ресторанов имеют большие детские комнаты, детские залы, куда приходят семейные гости, где аниматоры, где лабиринты, где они проводят время. И эти детские комнаты, детские залы сегодня закрыты. А это все-таки болезненно, потому что, с одной стороны, принято решение, что детские центры в Москве работают на половину, на 50% мощности, при этом детские комнаты, детские залы в ресторанах закрыты. Ну вот как-то вот непропорционально все это получилось, к сожалению. Сергей Константинович, в прошлый раз, когда вводился такой запрет, это ноябрь был, по-моему, толпы людей забивались в кафе часов с 7, наверное, чтобы успеть посидеть до 11. Обязаны ли заведения каким-то образом соблюдать социальную дистанцию? Не только вот расположение столиков, а при входе, например, потому что я помню прямо очереди. Вы знаете, на мой взгляд, это некая ошибка с ограничением 23 часа, потому что, с одной стороны, мы поддерживаем меры безопасности, с другой стороны, давайте посмотрим, как поступил Санкт-Петербург. Он ведь закрылся с двух часов. Почему с двух часов? Потому что ночная мера сделана не против ресторанов, она сделана против ночных клубов и баров, чтобы они не забивались. Там не соблюдают социальные дистанции. Закрывать в 11 в ресторанах нет вообще никакого смысла, потому что это действительно концентрирует людей. В 11 еще никто не танцует? Более ранее. Клубы работают позже. Клуб не идут в это время. То есть достаточно было сделать это до 12, до часу, и все, и клубы, и бары так бы не смогли бы работать. Люди все равно бы, и люди при этом нормально ходили в рестораны, потому что, еще раз подчеркну, идеи закрыть рестораны в ночь не было. Была идея закрыть клубы, а рестораны просто попали в этом случае под раздачу. Сергей Константинович, я так понимаю, сейчас ограничения до 20 июня действуют. Нет ли каких-то обсуждений в ресторанной сфере, может быть, слухов, что эти меры могут продлить? Нет ли таких опасений? Есть такие опасения, и это очень страшные опасения. Вот давайте всем объясним. Для человека, у которого заведение закрыто, ну, допустим, это какой-то семейный детский ресторан, или это ночной клуб, неожиданно выбросил все продукты, которые у него были, оплачивает сотрудникам эту неделю, когда они не работают. К дате открытия он заново покупает продукты, приглашает сотрудников, делает график, и ему снова запрещают. То есть он еще раз несет такие же потери. И, конечно, это страшно. Если бы это все было объявлено и объяснено, и прогарантировано, что через неделю все это откроется, было бы, конечно, гораздо лучше, и потерь для бизнеса было бы меньше. Но кому-то надо это объяснить. Кто-то должен это объяснить и это сказать. Ведь вот посмотрите, что получилось. С одной стороны, меры надо принимать. С другой стороны, в той же Москве существует экспертный совет, совет предпринимателей при правительстве Москвы, в котором сидят эксперты. И вот весь этот совет, я его сопредседатель, узнал о том, что мы закрываемся, и СМИ. А, то есть с вами даже не посоветовались? Ну, к сожалению, да, хотя совет был сделан именно для этого. Хотя я слышала, что в предыдущие разы меры разрабатывались и внедрялись вместе с бизнес-сообществом. Иногда. Иногда. Вот, допустим, вот сейчас то, что внедрила Московская область, меры, она обсуждала их с бизнес-сообществом и очень активно обсуждает. Непонятно, почему в Москве при наличии Совета предпринимателей, опять-таки, мы не говорим, что их не надо вводить. Их надо вводить. Меры надо принимать. Просто надо обсуждать с экспертами. Просто надо советоваться. И, наверное, иногда чуть раньше предупреждать. Чуть раньше предупреждать, но чтобы они были оптимальны, потому что мы здесь специалисты, не те люди, которые вводят. Вопрос, как к бизнесмену, даже не из ресторанной отрасли, а вообще. Вот среди рекомендаций московских властей работодателям принять меры для стимулирования вакцинации. Я, честно говоря, не очень понимаю, что подразумевается под этой рекомендацией. Вот вы как-то стимулируете своих сотрудников? Да, мы простимулировали. Мы вообще идем навстречу городу. А каким образом? Ну, в ресторанах мы договорились со всеми нашими франчайзами. Выписывается премия 5000 рублей тем, кто повакцинировался. Это первое. Второе. Гостям, которые мы сейчас разрабатываем, это будет внедрено. Гостям, которые принесут сертификат о вакцинации, будет выдаваться скидочная карта ресторанов в первый год. Вот эти две меры мы хотим внести. Но, опять-таки, эти меры не будут заработать до конца, потому что надо все делать полностью. Ведь у нас надо понять, что в сфере УСМУ в ресторанах работает огромное количество иностранцев. Они сейчас не могут привиться. Вот в чем проблема. Вот если бы мы сейчас немедленно запустили бы прививки для иностранцев, а как раз они обслуживают очень много... Вы знаете, насколько я понимаю, сегодня принято решение делать прививку без регистрации и без ОМС. То есть, по сути дела, каждый, кто находится в России, сейчас может привиться. Вот это прекрасно. Это прекрасно. И мы готовы, там рестораны готовы, по крайней мере, наши, и многие коллеги нас поддержали, давать по 5000 премии каждому нашему работнику, включая иностранцев, которые пойдут и прививут. Сергей Константинович, а люди не воспринимают это как попытку заставить их вакцинироваться? Ну, вы знаете, мы ведь не заставляем, мы предлагаем. Мы предлагаем альтернативу и за это примеруем. Мы же за это не увальняем, не наказываем. Это все предложение. Спасибо вам большое. Сергей Миронов, основатель сети «Мясо и рыба», общественного омбудсмена сферы ресторанного бизнеса, поделился впечатлениями предпринимателей от новых мер московских властей. Ну, вот я уже сказала, что помимо всего вышеперечисленного с 13 июня работодателям в Москве рекомендуется перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания, но за исключением как раз вакцинированных. И, к слову, Сергей Константинович сейчас сказал, как они стимулируют своих сотрудников. В общем-то, власти стимулирующие меры тоже уже приняли. Я думаю, вы о них слышали. Так широко это все обсуждается в соцсетях. В Москве среди вакцинированных разыгрывают 5 автомобилей стоимостью по миллиону рублей. Власти Подмосковья вообще объявили розыгрыш трехкомнатной квартиры в Серпухове. Вот вопрос у меня, как вам мотивирует для вас это пойти сделать прививку. Помните, мы еще пару месяцев назад, мне кажется, обсуждали в каком-то регионе смартфоны, по-моему, разыгрывали. А у меня, Аня, воспользуюсь минутой эфира, завтра утром будет антрополог, социальный антрополог Александра Архипова. Так вот, Александра Архипова считает, что никакие розыгрыши автомобилей, как антрополог и человек, который наблюдают за обществом, не ускорят вакцинацию. У нее есть обоснования, что такое индивидуализм русского человека, моя хата с краю, посмотрим, кто сделает. Мы вот об этом поговорим для тех, кому интересно, поговорим об этом завтра утром с 10 до 11, Александра Архипова. К слову сказать, ускорит автомобиль или не ускорит? Да, посмотрим через пару недель, ускорил или не ускорил, еще посмотрим, кто выиграет. Вот от сообщения от наших слушателей, жена работает в большом рекламном агентстве, сначала сказали, кто переболел, выходит, остальным сдать на антитела. Похоже, за свой счет. Если антитела есть, то тоже на работу, но позже всех на удаленку перевели на неделю. Ну, вот удаленка оказалась выходом, чтобы и зарплату сохранить, но и люди, чтобы работали. Но обрати внимание, что там, где приходится сдавать тесты за свои деньги, мне вот интересно, если человек, ну, например, работа говорит, принеси тест на антитела. Некоторые, кстати, рестораторы тоже просят это от своих работников. Это мотивирует работника быстрее уже сделать вакцину, чтобы не приносить справку? Или наоборот, было бы хорошо, чтобы работодатель за свой счет делал все эти тесты? В некоторых компаниях делают. Да, было бы вот так. Да, но это в основном, кстати, надо сказать, государственные крупные компании, как-то Сбир и так далее. Напишите, пожалуйста, телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495, смс ватсап плюс 7903-797-6333. Через пару минут почитаем ваше сообщение. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok